Здравствуйте! С вами программа «Попутчик». В студии для вас работаю я, Мария Чугреева. Мне очень приятно, что сегодня тема нашего эфира – автомобильная коллекция Политехнического музея. Сегодня у нас в гостях Григорий Ангургер Григорьевич, генеральный директор Политех и Аверина Валентина Сергеевна, зав. отделом транспорта Политехнического музея. Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я напоминаю, что, как всегда, канал «Автоплюс» дарит часы самому активному нашему зрителю, человеку, который задаст наиболее интересный вопрос. Поэтому мы очень ждем ваших звонков. Тема интересная. Напоминаю, что сегодня мы говорим о старейшем техническом музее России, Политехническом музее. Вот такая небольшая ремарка. Я позволю себе. Политехнический музей открыт 12 декабря 1872 года. Здание, расположенное в самом центре Москвы, построенное по проекту архитектора Манегетти. Начало музея положила политехническая выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Петра I и открывшаяся 30 марта 1872 года. Политехнический музей хранит свыше 160 тысяч музейных предметов, около 150 музейных коллекций по различным областям техники и научных знаний. Вот такое богатство есть в центре Москвы на Лубенской площади. Хочу еще напомнить, что мы давно и плотно интересуемся автомобильными музеями. Вот сегодня по праву начинаем нашу программу, цикл программ, точнее, с политеха. Я хочу напомнить еще раз, что представляет собой этот музей. И предлагаю вам посмотреть сюжет о старейшем автомобильном музее в Москве. Нужно сказать, что только сейчас в Москве есть не одно автомобильное собрание. Появились государственные автомузеи и множество гаражей или стеклянных ангаров, где у частных владельцев хранятся четырехколесные покорители дорог прошлого и нынешнего столетия. А тогда политех был чуть ли не единственным местом, где можно было своими глазами увидеть уникальные образцы техники, где общалась техническая интеллигенция, где физики становились лириками. Ты знаешь, когда я тебя увидела в первый раз, это было не в комете. Три года назад в политехническом музее ты там выступал. Сегодня автомобильные залы политеха как бы замерли, остановились в том далеком времени. Новые экспонаты не появляются. У музея нет возможности искать новые автомобили и заниматься их реставрацией. Политех – это еще и ностальгия по временам, когда деревья, как и машины, были большими, а маленькие любители техники еще не знали, что в будущем посвятят автомобилям всю жизнь и даже будут критиковать некогда любимую экспозицию. Позади меня здание политехнического музея. Это был первый музей, в который меня совсем еще маленького привел отец. И я, конечно же, запомнил именно автомобильный отдел, потому что автомобильный был уже тогда увлечен. В советские годы коллекцию музея принято было называть маленькой, но содержательной. На самом деле, ну, это по большому счету не коллекция вовсе. Почему? Потому что в эту коллекцию машины попадали совершенно случайным образом. И, в общем-то, из-за этого она носит такой какой-то хаотичный фрагментарный характер. Ну, вот такой сюжет мы сделали, когда были у вас в гостях. И хотелось бы рассказать о домензиновой эпохе безлошадных экипажей. Это водный зал нам рассказывает. Эта макета знакомит с историей создания самодвижущейся повозки. Давайте вот оттуда, вот с самого старого, с самых основ, с самого начала. А полемика возможно? Да, конечно. Если вы не возражаете, я бы хотел просто с самого начала не согласиться с тем, что мы сейчас увидели. Если это допустимо в качестве, так сказать, работы сейчас в эфире. А с чем? С тем, что не ведется работа? Нет. Понимаете, какая вещь? Вот историк сказал, что в коллекции материалы попадают случайно. Вы знаете, это ведь в принципе достаточно распространенная система пополнения коллекций, когда по случаю удается что-то получить. И поэтому случайность – это достаточно серьезная… Удача. Удача. Здесь ничего такого, в общем-то, нет. И мне позволено было бы не согласиться с тем, что она не системная, а здесь специально подбирались автомобили, отражающие автомобилестроение нашей страны, в принципе, имея в виду ее историю, автомобильная история России. И здесь, в общем-то, мне кажется, историк мог бы быть в большей степени историком. Может быть, это такое частное мнение? Потому что, как я понимаю, наверное, речь идет о том, что есть автомобильные музеи, которые посвящены отдельным аркам, отдельным эпохам, отдельным направлениям. И в данном случае политех – это некая… Ну, не буду говорить эклектика, но такое собрание фрагментов, да, вот как бы есть некие векторы. Если мы говорим об автомобильном нашем, так сказать, автомобильной коллекции, мы собирали и хотели бы продолжить, если бы к этому были возможности, собирать автомобили, которые в своей совокупности документировали бы процесс автомобилизации России. Да, у нас есть не все, но то, что у нас есть, позволяет уже говорить о том, что представительно это отражено в нашей коллекции. И мы приглашаем историка, который только что здесь был, в общем-то, к совместной работе с нами. Ему может быть интересно, и нам тоже вместе с ним. Вы часто приглашаете историков? Конечно. Откуда? А теперь вы затронули вопрос насчет вот этих… Самого начала, да. И вот, мне кажется, Валентина Сергеевна, если вы не будете возражать, расскажите, как вы воспринимаете то, что у нас есть в водном отделе? Вводный отдел, в общем-то, нам дает представление о развитии сухопутных транспортных средств с использованием различных сил до бензиновой эпохи автомобиля. Используются мускульные силы животных, сила ветра, сила мускул самого человека, появление первых механических транспортных средств на основе парового двигателя и, наконец, сознание уже автомобиля именно с бензиновым двигателем. Это первые модели автомобилей Бенса и Даймлера представлены в водном зале. Так что вот как бы вот всю эволюцию сухопутных транспортных средств, в общем-то, можно посмотреть, вот именно пройдя даже вот небольшой кусочек нашего… вот нашей экспозиции. Вот вы представьте себе молодого человека лет 12-13, который любит автомобили. Вот он видит автомобили на улице. В принципе, у него даже, может, и не возникла мысль подумать о том, а всегда ли это было так. Может быть, автомобили рождались так же, как и люди всегда, вот такие, как они есть. А мы хотели бы, чтобы у человека возникла идея, мысль о том, что потребность передвигаться была, а возможность ее осуществлять постепенно совершенствовалась. И вот здесь мы как раз и приглашаем посмотреть, как это было, в пределах того, что мы можем сделать. Давайте поговорим о Руссо-Балте. Это центральный экспонент автомобильной коллекции политехники, единственный сохранившийся автомобиль дореволюционного выпуска. Прокомментируйте, пожалуйста, расскажите об этом машине. Дальше, пожалуйста. Рассказывайте именно о конструктивных каких-то особенностях или как автомобиль попал в наш политический музей. Поскольку это отдельная такая история, как же, в общем-то, появился в нашей коллекции этот автомобиль, поскольку долгое время считалось, что вообще ни одного автомобиля дореволюционной постройки не сохранилось. Но вот специалисты нашего музея вели такой кропотливый-кропотливый поиск. И удалось установить, что, в общем-то, один автомобиль сохранился. Установили это в 1965 году, что автомобиль существует в городе Кимры. Это раньше была Калининская область, сейчас это Тверская область. И принадлежит механику по отопительным котлам Орлову. И когда приехали специалисты наши, осмотрели этот автомобиль, который был в очень плачевном состоянии, предложили передать автомобиль политехническому музею, Орлов, в общем-то, хотел, чтобы политехнический музей представил ему взамен современный на тот период времени автомобиль. К сожалению, музей не имел такой возможности. И Орлов продал этот автомобиль центральной детской киностудии имени Горького. А затем автомобиль уже купил политехнический музей у киностудии. Ну вот, была очень сложная реставрация этого автомобиля, которая длилась практически год в научно-автомоторном институте. Были восстановлены, в общем-то, все ходовые качества автомобиля. Вот он сам, своим ходом, приехал к нашему музею и занял свое достойное место в нашей экспозиции. Можно говорить, что он на 100% оригинален? Нет, так сказать, все-таки нельзя. Но основные элементы, по которым, в общем-то, оценивается раритетность и, можно сказать, даже подлинность автомобиля, у него сохранились подлинный двигатель, подлинное шасси у автомобиля. Да, там есть некоторые виды изменения в кузове, неподлинные передние крылья. Ну, конечно же, не сохранилась обивка сидений. Но, скажем так, наверное, на 90% можно говорить о подлинности автомобиля. Если говорить обо всех экспонатах, то насколько они идентичны оригиналам? Насколько они правильны со всех точек зрения? Вы имеете в виду автомобильные? Автомобиль, да, мы говорим об этом. Ну, каждый по-своему тут надо смотреть, о чем идет речь. Я думаю, если посмотреть на МИ, то он вообще, говоря, на 100%. Да, да, есть у нас 100% сохранность. На МИ, если посмотреть, М1 тоже, наверное. Да, и ГАЗ-А, первенец нашего советского автопрома, первая массовая модель легкового автомобиля. У него практически 100% сохранность. И автомобиль этот был приобретен нашим музеем в 1963 году, если мне не изменяет память, владелец автомобиля, проживавший в Ярославле, написал в музее письмо о том, что у него предоставляется возможность приобрести новую машину. И вот имеет ГАЗ-А, и специалисты нашего музея выезжали, осматривали автомобиль, который был действительно в хорошей сохранности, практически в полной, и вот приобрел этот автомобиль, который тоже представлен в нашей экспозиции. А вы наверняка в курсе истории со вторым Руссобалтом. Вот в музее на Рогожском Волоне стоит машина, табличка рядом с которой сообщает, что это настоящий Руссобалт. Ну, это, наверное, даже не второе, а третье Руссобалт, потому что есть еще в Рижском музее. Но там, если говорить о подлинности того автомобиля, ну, я не знаю, там, наверное, нужно вообще выяснить принадлежность к этой марке того автомобиля, потому что он восстановлен как пожарный автомобиль Руссобалт. Но вот, опять же, в нашем музее ввелся такой очень кропотливый, очень интересная работа. Была исследовательская специалиста нашего отдела Дмитрия Козлова, который установил, что пожарный автомобиль на Руссобалтийском вагонном заводе был собран в единственном экземпляре. И во время Первой мировой войны он был переоборудован в санитарный и осуществлял там поездки по назначению. И, соответственно, как пожарный, в общем-то, он сохраниться не мог. А восстановлен в Риге этот автомобиль как пожарный, там по фрагментам шасси, и со слов владельца, у которого это где-то в сарае нашли, вот то, что он говорил, что это вот как бы пожарный Руссобалт, вот это было воссоздано. Подлинных деталей, именно принадлежащих производству русско-балтийского вагонного завода, этого автомобиля, ну, я не знаю, ну, может быть, процентов 10 всего лишь навсего. Вот и то, вот относились они именно к этой модели или какой-то другой, вот там все под сомнением. Вообще те, кто интересуется Руссобалтом, вот их можно им рекомендовать ознакомиться с книгой замечательного историка автомобилей, это Шугуров, Лев Михайлович, да? Да, да, да. Лев Михайлович Шугуров, он написал книгу «В погоне за Руссобалтом». Удивительно интересная, хорошо иллюстрированная книга, и можно рекомендовать посмотреть эту книгу. Очень увлекательно читается, вот именно вот там прослеживается вот все, все-все-все детально из истории Шугуровского завода. Мы сейчас обратились к этой книге как к источнику, к достоверному, как я понимаю, если мы слышим из ваших уст. Что касается подготовки музейных специалистов, насколько сейчас серьезно готовятся эти люди, вот есть ли они такие вот настоящие интеллигенты, да, хранители древности? Значит, вот на этот вопрос я должен сказать, что это самая большая и, в общем, тяжелая проблема для нас. Это связано с финансами, с тем, что просто... Это связано вот с чем. Вот смотрите, мы музей техники. Это значит, что основная несущая рабочая творческая сила должна по крайней мере не быть чужда инженерному образованию. Но инженеры, которые готовятся к тому, чтобы работать в музее, вы их нигде не найдете. Вы скажите какому-нибудь студенту, который сидит сейчас в МВТУ или где-то еще, что он после вуза будет работать в музее? Инженеров-то не найдешь. Инженеров музейных работников. Он скажет, что вообще вы хотите его обидеть такой перспективой в жизни. Значит, если взять другие музеи, скажем, исторические музеи, над ним как бы шествует исторический факультет МГУ. И историк, заканчивающий МГУ, работу в историческом музее считал бы для себя интересной. Вот можно было бы продолжить это сопоставление. Значит, у нас здесь нет кадрового ресурса. С другой стороны, если бы мы были отраслевым музеем, мы бы опирались на кадровый состав отрасли. Это тоже помогало бы. Но мы всех не и ничьи. Поэтому нам приходится, значит, в общем-то, готовить специалистов, ну, в общем, прямо у себя. А раньше, в то, что называется советские времена, когда социальная среда была другой, значит, специалисты оседали в нашем музее и не считали для себя это личной трагедией работать за те деньги, которые платят у нас. В некоторых случаях даже я слышал, люди, видя увлеченных наших работников своей работой, спрашивали, разве можно так увлекаться за такие деньги? Понимаете? Такой вопрос бывает. Вот поэтому это очень сложный вопрос. С другой стороны, инженер, работающий у нас, должен становиться гуманитарем, потому что работа в музее, работа, связанная с историей, она, это гуманитарная деятельность. И вот этот вот симбиоз инженера и гуманитария нигде не делается. И мы его делаем только у себя, из тех, кто соглашается работать, кому интересно. Вот это очень тяжелая проблема. У нас работал большой коллектив специалистов, которые работали в автопромышленности, в общем, имели к этому отношение. Но в момент, так сказать, перелома, когда в начале 90-х годов, значит, эти люди ушли. Они ушли, кто уехал за пределы нашей страны, три или четыре человека уехали за пределы страны, а некоторые перешли, так сказать, работать туда, где они могли бы, в общем, иметь возможность содержать свои семьи. Ну, какой-то костяк сохранился. Вот сколько человек сейчас занимается вот этим вот хранением старины, обслуживанием, рассказами? Значит, у нас есть определенное количество научных сотрудников. Их несколько десятков. Это наш кадровый, будем говорить, состав. Вот. Но должен сказать, что подпитки, поддержки его пока нет. Пока нет. Давайте перейдем к автомобилям дальше. Вот рядом с Руссобалтом, настоящим Руссобалтом, в политехии стоит Дедеон Бутон, Штевры, Пежо ББ, автомобиль, подаренный последним российским императором своему сыну, цесаревичу Алексею. Вот такие уникальные вещи у вас. Опять же, для тех, кто не знает, если можно, кратко историю каждого экспоната, в чем их уникальность и богатство политехнического музея. Ну, во всяком случае, я знаю одно, что вопрос о том, принадлежал ли ББ Пежо цесаревичу Алексею, неоднозначно решен, да? Да, да, это под вопрос. То есть, все-таки, это версия, да? Все-таки. Автомобиль был. Вот именно такой автомобиль, но этот или какой-либо другой, здесь вот достоверной такой информации нет. Аналогичный, да, был у цесаревича. Но вот этот ли? Хорошо. Пускай такая красивая легенда, да вдруг все-таки его. Какие-то еще есть легенды, связанные с автомобилями, которые вы поддерживаете или опровергаете? Ну, тот же Штевер, это у нас единственный сохранившийся автомобиль, вернее, единственный имеющийся в нашей стране автомобиль. Это первая модель, выпущенная на этом заводе в 1899 году, выпущенная в единственном экземпляре. Практически никаких поездок на нем не совершали, только в рекламных целях было сделано несколько фотографий этого автомобиля. И он был, вот этот автомобиль, был выставлен в музее предприятия. А к нам он попал уже из научно-автомоторного института. Куда он попал? После Великой Отечественной войны. Он был вывезен по репарации вот этот автомобиль. В 1989 году автомобиль Штевер самоходом доехал до этого самого, до Манежа. Нас попросили его выставить в Манеже. Вот. Он прибыл в Манеж и таким же образом вернулся назад. В Манеже он оставил лужу масла, за что нас, в общем-то, не очень похвалили. Но, значит, у него есть конструктивная особенность, связанная то ли с врожденным отсутствием, то ли приобретенным уже впоследствии недугом. У него нет заднего хода. И поэтому его приходилось поворачивать вокруг передней оси. Несколько добрых молодцев за заднюю часть его поворачивали, если он уже был развернут. На 80-е годы этот автомобиль принимал очень бурную такую свою деятельность в выставочных каких-то мероприятиях. Был представлен на выставках в Латвии, в Эстонии. Столетний юбилей бензинового автомобиля в 1986 году представлял наш автомобиль, где также продемонстрировал все свои технические возможности. Три круга, как сообщают, проехал. И причем автомобиль был восстановлен силами реставраторов нашего музея. К нам он попал после нами в не слишком хорошем состоянии. И, по-моему, даже в 1986 году он получил приз даже за лучшую реставрацию. Да, мы имели в свое время возможность реставрировать автомобиль. У нас была своеобразная реставрационная база, и там люди работали, и делали сейчас этого нет. А что касается, кстати, вот Руссобалта, то он выставлялся в 1987 году в Бельгии. Значит, какая-то была выставка автомобильная, в которой участвовали. То ли мы хотели поддержать вот импорт автомобилей в Бельгию, и там представлялся Руссобалт. нас попросили представить Руссобалт в Бельгию. И мы договорились о том, что машина будет туда отправлена, но те, кто были заинтересованы в экспонировании, обеспечили нас по существу аналогом оригинальной резины. Да, да. Оригинальная резина. Там даже, по-моему, не только резину, и колеса, косами колеса изготовили. Потому что у него до этого были колеса и резина, мягко говоря, не родные. И мы за то, чтобы получить его назад на родных колесах и резине, вот пошли на то, чтобы его отправить. Правда, сейчас на резине написано «Мишлен». Некоторых это смущает. Скажите, сейчас как-то автомобильная коллекция расширяется. Есть ли возможности для поиска новых экспонатов, для хотя бы какой-то научно-исследовательской работы, естественно, в идеале и приобретении? Значит, я... Мы не сговариваемся, я говорю так, как вот мне кажется, Валентина Сергеевна может, в общем-то, согласиться или не согласиться со мной. В принципе, исходя из того, какова идея нашей коллекции, мы знаем, чего в ней нет из того, что должно быть. У нас есть специальная концепция, на основе которой мы и подбираем экспонаты. Но для того, чтобы в ней было то, чего нет, нужно иметь возможность приобретать. Возможности приобретать связанные с затратами денег. Это может показаться необычным, но это именно так. Вот. Мы находимся в системе культуры. И система культуры значит, смотрит на приобретение, скажем, вот если мы захотели бы взять и купить у кого-то старый автомобиль, скажем, ВАЗовский автомобиль 2108. Это наша первая отечественная переднеприводная машина. В свое время это же было вообще говоря, да? Событийно. Событийно было. В 1984 году этот автомобиль, его некрашенный кузов был где-то выставлен. У нас нет в коллекции переднеприводного отечественного, есть зарубежный Запорожье. Это сейчас зарубежный. В свое время, когда он к нам попал, это был еще отечественник. Под известиями стоял на Пушкинской площади. Вот если бы мы, скажем, попросили бы какое-то количество рублей для того, чтобы приобрести такой вот хлам, нас бы не поняли. Там, где деньги наориентируются на приобретение, скажем, Витц, Фаберже или что-то еще. Согласитесь, надо иметь какой-то определенный сдвиг в мышлении с тем, чтобы поставить на одну планку то и другое. Но мы не отчаиваемся, потому что есть надежда на то, что у нас появится такая возможность за счет активности нашего Совета Попечителей, который, по крайней мере, готовы помогать нам пополнять коллекции. И вот это возможно. Но, тем не менее, они к нам обращаются и предлагают автомобили даже в Дарвут, несмотря на такие времена. И что же за автомобили? Даже сейчас последнее, что музей, чем пополнил музей свою коллекцию, это «Москвич-407», переданный в Дарвут. Сейчас нам еще предлагают один автомобиль и тоже в Дарвут. Владельцы документацию все приводят в надлежащий порядок. Так что обращаются. Предлагают автомобили уже те, которые у нас есть в коллекции. От этого мы, конечно же, отказываемся. И к тому же сейчас очень много конкурентов, которые заинтересованы в пополнении своих коллекций. Это мы знаем, да, конечно. Идет охота за раритетами, за автомобильными. Это не то, что у кого-то было. Это промышленный шпионаж в рамках собирательства, реставрации. А есть ли смысл менять экспозицию? Очень много в запасниках различных экспонатов. Может быть, как-то ее обновлять, убирать, менять местами. Или это дорого и сложно? Во-первых, надо реставрировать. Скажем, мы с 1989-1990 года поднимали попытки отреставрировать ЗИЗ-101. Это замечательная машина. ЗИЗ-101. Первосоветский. Наркомовский. Наркомовский. Вы знаете, что такое? Нарком. Мород-комиссар. Да, ну, нарком. Это бы просто министр. Фигура была. Да, фигура. Они ездили на красивых, лаковых, ЗИЗ-101. Сидения были покрыты коврами. Машина пахла дорогим бензином, дорогими мостами. Я помню, как я принюхивался пацаном, это было совершенно изумительно. И Красной Москвой. Да, вот, хотелось бы отреставрировать. Мы вели переговоры тогда еще с Римом. Римский автомузеем. По тем временам они запрашивали 40 тысяч рублей. По тем временам. Сейчас мы бы с удовольствием за 40 тысяч рублей его отреставрировали. Но время ушло. Значит, для того, чтобы... Вот та экспозиция, которая у нас есть, если кто-то, так сказать, внимательно к ней присмотрелся, мы попытались автомобили поместить в определенную среду, в городскую среду, времен их бытования. Вот. Значит, если у нас автомобили выставлены в подвале, ну, что делать? Мы хотели из подвала сделать часть города. И кое-что удалось. Вот. Значит, автомобили смотрятся, по крайней мере, я помню, как это смотрелось до того, как мы сделали эту экспозицию. Это было вообще совершенно... Это была как такая некая учебная база. Ну, как полугараж. А так мы поместили в городскую среду. Значит, в принципе, это правильное решение. Если бы у нас было больше пространства, мы развили бы эту идею, и автомобиль надо помещать в определенную среду. Горгий Милович, а может быть, есть смысл создать отдельный автомобильный музей, отпочкавав его от политеха, поскольку это культура автомобильная, это история, это ностальгия. Для многих это вот первое знакомство с машиной, поход с папой, с мамой в детском возрасте. Так, замечательная идея. Я опять же вообще как бабушка могу сказать, в 1900, значит, в 89-90 году мы обсуждали этот вопрос с руководством министерства, тогда было Минавтотранс такая была организация. Один из замминистров, по-моему, Морозов тогда такой был. Мы договорились до того, что будем создавать такой музей общими усилиями и присмотрели для него пространство. В парке культуры был разваливающийся некий такой павильон от бывшего сельскохозяйственного чего-то, я сейчас уже не помню. В общем, мы начали разрабатывать этот музей, и министерство собиралось вложиться в него. Это должна была быть развивающаяся коллекция на базе политехнического музея. Но время и те события, которые стали развиваться, поломали все это дело. Это правильная идея, но ее осуществление, конечно, требует какого-то и вложения, и решимости тех, кто хотел бы это сделать. Сделать экспозицию, живую экспозицию отечественного автомобилестроения, это было бы очень интересно, потому что это рассказ и о людях, и о нашей промышленности, и о времени, в котором это все было. Там есть очень много. Вы же извините, что я разговорился, но вот если вы возьмете даже ВАЗ-2101, аналог фиатовской машины, вот на моих глазах я инженер металлург, значит, становилась эта машина. И если вы представляли себе, какая-то была революция в промышленности нашей страны, мы не производили тогда ни листа для автомобилей, ни соответствующего топлива, свазочных материалов, электрооборудование, пластмассы, все надо было делать, и надо было делать по-большевистски. Вот, значит, положишь партбилет. Вот такая была постановка вопроса. И вытянули. Вот если посчитать, сколько на этом было инфарктов, на том, чтобы появился этот самый ВАЗовский замечательный автомобиль, это уже целая история. Об этом нельзя забывать. И когда был юбилей ВАЗа, мы вместе с ВАЗовцами готовились отметить этот юбилей и сделать экспозицию, посвященную истории создания машины, но вас в последний момент стал переживать какие-то очень большие сложности и вопрос о том, чтобы отметить юбилей этот павел. Очень обидно, что в этом смысле мы, к сожалению, напоминаем Иванов Радства о своем революционном не помнящих, потому что в Брюсселе есть музей, наверное, вам известный, где автомобили, просто каждый автомобиль связан с инсталляцией, просто действительно автомобильная культура в Европе, она несопоставима по уровню развития и по восприятию и по тому месту, которое она уже занимает в культурных пластах стран. Но я думаю, что все впереди, поскольку мы только-только, как мне кажется, в выходе на этот уровень уже есть автомобильные музеи, но тем не менее опять возвращаемся к политеху, как к родоначальнику всей этой красоты. И вот в зале, в следующем зале, мы уже говорили об ОМО F-15, до советских фордов, ГАСА и ГАСАА. Еще раз, если можно, более подробно об этих экспонатах и перейдем дальше. Мне очень хочется еще к мотоциклетному перейти, там у меня масса вопросов по дизайну этого зала. Ну, если вы спросите нас о Форде, да, Т, тоже стоит история. Значит, после войны у нас появился автомобиль НАГ, Н-А-Ги, я уж не знаю по-немецки, как правильно. Это был автомобиль в фондах музея, который попал туда после войны при курьезных обстоятельствах. Некий военный, который пользовался, это небольшой автомобиль, в общем, он мог сойти за крупную, так сказать, грушу, хотя это был нормальный автомобиль, это было первое берлинское такси. И автомобиль был своеобразным памятником где-то в каком-то городе, где его производили. А поскольку он был живым памятником, то, значит, он и, так сказать, оказался через некоторое время у нас. Мы очень были дружны с Берлинским музеем транспорта и техники. И когда люди из Берлинского музея транспорта и техники приехали к нам и увидели этот единственный сохранившийся в мире дорогой для них Берлин, Берлинский музей транспорта и техники, вот этот Берлинский автомобиль, значит, они стали просить у нас, чтобы хоть раз им их выставить в этом музее в западном Берлине. Вот, значит, они собирались его реставрировать. С другой стороны, мы выставили просьбу посмотреть, найдется ли где-то в Германии что-то из того, что нет у нас из истории, у нас нет истоков. Машин Яковлевой Фрезе, значит, то, что выставлялось на выставке 1898 года, да? 1896, да? Вот. Нигде не осталось, есть только фотографии. Думали, что, может быть, в Германии. Не нашли. Вот. Значит, в то же время мы знаем, что фордовские модели бытовали в Москве в качестве такси. И у них был такой автомобиль. Мы договорились, значит, обменяться в выставочном плане этими автомобилями. Вот. Значит, и через какое-то время, значит, мы пришли к выводу, что можем рассматривать вопрос об обмене. И мы запросили наше министерство, получили экспертизу, значит, по поводу того, в какой степени этот автомобиль НАК связан вообще с Россией, ни в какой. даже в Германии он только в Берлине был. Значит, ему пришли к выводу, что это можно было бы сделать. И мы обменялись. НАК ушел к себе домой в Берлин, вот, а у нас появился, значит, вот этот самый Форте. Жестянка Лизи, которая выпущена в размере 15 миллионов экземпляров. Более. Более. Более того. Ну, это 24-го года, да, машина, да, 24-го года, не самый, как говорится, первый, не самый старый, но, тем не менее, это автомобиль 24-го года, серийные сборки, конвейерные, в общем-то, которые были в таксопарке у нас в стране. Вот, такая вот история. Ну, опять же, при поддержке Форта был построен Лежегородский наш автомобильный завод. А вот я уже затронула тему мотоциклетного зала, вот, на меня он произвел приятное впечатление не только количеством экспонатов, богатством того, что там есть, совершенно разные техники, я имею в виду мотоциклетные, но и очень красивым дизайном. хотя он тоже вызывал споры, поскольку там экспонаты подвешены на таких тросах, и была дискуссия по этому поводу, даже не все мотогонщики, не все свидетели вот того времени, о котором мы сейчас здесь можем говорить, были согласны с этой концепцией, ну, что это такое, почему вот они в таком виде, на что работники политехнического музея ответили следующим образом, вот, почему они выставлены именно так? Вот Валентина Сергеевна выстрадала эту позицию по-настоящему, это, так сказать, ее здесь огромный труд, воля, настойчивость, я вам должен сказать, прежде чем Валентина Сергеевна расскажет, это было запущенное в музее место, затапливаемое постоянно, с гнилой атмосферой, для того, чтобы создать там экспозицию, значит, это место, раньше тоже была экспозиция мотоцикла, нам пришлось ее закрыть, мы провели гидроизоляцию дворов, обеспечивали возможность создания там экспозиции, провели очень непростой ремонт, и образовалось пространство, где лучшим образом нужно было бы представить мотоциклы, а вот каково наше отношение к тому, что оно подвешено? Мне кажется, достаточно положительно по всем статьям, поскольку, как художники это объяснили, мотоцикл, скорость, динамика какая-то, и вот он на какой-то момент просто вот замер, и поэтому он оказался вот в таком вот положении. Опять же, если брать вот с точки зрения экспозиционной представленности музейного предмета, выбрана очень удачная высота, вот экспозиционный пояс, он даёт возможность рассмотреть очень хорошо. И потом вот как-то так посчитали, что может быть вот эти металлоконструкции, которые многим кажутся, ну не многим, но кому-то кажутся не очень приглядными, чем-то напоминают кумертон, и вот как бы настраивают на каждый мотоцикл, на его конструкцию, на все. И хочется обратить внимание, что и светильники выполнены в таком же стиле, там спицы, металл, все достаточно красиво. На мой взгляд, Виктор Сергеевич Веденский с большим уважением отнёсся к экспозиции, он прокомментировал экспонаты, и если можно, напомните о самых ярких, о тех, которые достойны наибольшего внимания, вот сейчас вкратце здесь в нашей студии. Ну, здесь все мотоциклы, которые представлены в экспозиции, достойны внимания. Это маленькая часть, я бы сказала, большой коллекции, которая есть в физическом музее. Всего 105 предметов мототехники, это включая мотороллеры, мотовелосипеды. Вот, в экспозиции представлено у нас 20 образцов, ну, самые раритетные, самые этапные мотоциклы, бытовавшие в нашей стране до 1918 года, как собственного производства. Это и мотоциклы московского завода ДУКС, рижского завода Лейтнера, так и зарубежного производства. Это уже, правда, экспозиция велосипедов. И самые такие яркие моменты нашего мотоциклостроения советского периода тоже представлены в этой экспозиции. И первый советский серийный мотоцикл, Эль-300, довоенные ижевские модели. Знаменитый паук у вас там выставлен в зале велосипеда. Да, это уже велосипед. Это уже... Наша экспозиция мотоциклов, мне кажется, сегодня очень актуальна, потому что на улице уже советский мотоцикл не увидишь, наверное, вообще. Да. Да, значит... На Валдай, прошу прощения, недавно попался мотоцикл с коляской, с водителем, который вот абсолютно, даже внешне, как будто перенесён из того времени на наши дороги. Но на Валдай вообще практически движения нет никакого, поэтому он выглядел просто как отдельная экспозиция, как экспонат на вот этой огромной красивейшей дороге. И сама по себе вот эта вот коллекция, она представляет собой, конечно, уникальность. Можно изучить, по-моему, всю историю. Вы имеете в виду коллекцию мотоциклов? Да, да, конечно. И не только, вот скажем так, именно советского мотоциклостроения, в общем-то, даже, наверное, и в мировом, в каком-то масштабе, потому что у нас представлены в коллекции образцы мототехники, достаточно значимые для мирового мотоциклостроения. Это и бельгийская фирма FN-мотоцикл, и Хамбер английский. Давайте вернемся еще к автомобильной отечественной технике 1936 года, вот этого периода. Что интересно, что любопытно, как она находилась, как реставрировалась? 1936 года? Ну, к 1936 году. Период до... Десятилетие от 1936 до окончания, или до 1946 года. Значит, ну, здесь у нас Кимовские, да? Газ М1 открывает. Да, Газ М1. Зал посвященный... И минуточку. Значит, во-первых, ГАЗ А. Ким, М-ка, да? Да. Кимовские машины, М-ка. Вот. Не хватает, как мы уже выяснили, ЗИС-101. Вот. Ну, все они... Я... Значит, как... Кимовские нам попали, по-моему, из института, да? Из нами. Из нами. Вот. Это были прообразы того автомобиля перспективного, который должен был выпускаться для граждан. Вот. Он немножко... Народный. Да, народный. Автомобиль для продажи. Вот. Он, в общем-то, по какому-то странному стечению обстоятельств очень напоминал немецкий «Опель Олимпия». Вот. Вообще в конструкцию, в основу конструкции положили английский «Форд Проджект». А вот все, когда смотрят, почему-то вот вспоминают об «Опеле». Вот этот автомобиль дебютировал, по-моему, в фильме «Сердца четырех». В варианте... Вот он... В открытом варианте. Да, в открытом варианте «Сердца четырех». Но это довоенная еще история, если не... 38 или 39? Нет, значит, «Сердца четырех» и «Сороков». Первые появились в сороковом году. В сороковом году. Вот, значит, он выглядел тогда очень современно. Но Сталину не понравился двудверный кузов. Сказал, что советским трудящимся будет крайне неудобно пользоваться задним рядом сиденьем. Ну, это, к сожалению, Забота о людях. Да, была на первом месте. В конце концов, после войны, значит, появился у нас четырехсот и четырехсот первый «Москвич». Это был, в общем-то, «Опель Олимпия», по большому счету. Вот, он был четырехдверным. Вот, и развивал скорость до 90 километров в час. Это максимальная скорость, в общем. Автомобиль стоил он девять тысяч рублей. Девять тысяч он стоил. Победа стоила шестнадцать тысяч, Зим сорок тысяч, а он стоил тогда девять или восемь, что-то. Девять тысяч? Девять тысяч. Я как-то сравниваю вот обычно с зарплатой наиболее такой высокооплачиваемой категории нашего населения. Почему-то приводится солист Большого театра, получавший пятьсот рублей. Вот в сравнении стоимость автомобиля. Приобрести. Вот такой автомобиль, да. Вот если еще говорить об истории приобретений, об автомобилях, удивительно, что люди до сих пор жертвуют и передают ваше пользование в ваши заботливые руки машины, как дело обстоит с мотоциклами? Есть ли такие меценаты, в данном случае, благотворители, которые вам что-то дарят? И вообще на каких основаниях, на каких условиях вы приобретаете вот эту часть вашей экспозиции? Мотоциклы, да? Тоже на основании вообще у нас все предметы попадают в музей до основания разработанных научных концепций и программ комплектований вот как-то придерживаемся. Так что у нас научная основа для пополнения коллекций. Мотоциклы, честно скажу, давно нам не предлагали, коллекция давно не пополнялась. Замыкается у нас с середины 80-х годов вот последний мотоцикл. В принципе, по своей концепции она вроде бы и должна кончиться. Ну, в общем-то, да. То есть как бы истанция завершена, да? То есть с точки зрения наполняемости и целостности? Значит, Хондами мы не комплектуемся. Нет. Мотоциклами БВВ мы тоже не комплектуемся. Это не наши машины. Мы не считаем необходимым привлечь в музей вообще все, что есть. Понимаете? Хорошо, что наши, что не надо. Вы сказали, не наши машины. Что в вашем представлении машины, мотоциклы именно политехнического музея? Значит, наши – это отечественные. Вот отечественные мотоциклостроения у нас представлено достаточно полно. Хорошо. А Индиан? А Триумф? Тогда вот концентральный? Не очень понимаю. Тогда опять же есть некое расхождение. Этап, скажем так, становления конструкции в то время в нашей стране как такового мотоциклостроения в общем-то и не существовало. То есть некая историческая подоплюка российского, советского тогда еще производства, как то, что было когда-то, передавая инженерные мысли. Хорошо. Поэтому все остальное уже есть. На этом можно сказать, что музей завершен, вот эта часть, мотоциклетная часть завершена. Мне, например, обидно, потому что любой музей, как мне кажется, это динамика, это некое, опять же, развитие. Тем более, если это техника. Представьте себе, вот сейчас возьмем, нам подарят, скажем, 10-20 там разных Хонды БМВ. Что это будет? Идите на улицу, смотрите, вот они все бегают. А если это какая-то техника старая, если какие-то мотоциклы, опять-таки, с тех времен. Мы заканчиваем просто на советском мотоцикле. Знаете, какая вещь? Вот я бы с удовольствием приобрел один велосипед не отечественного, а немецкого производства. Этот велосипед был произведен в Германии после войны. После войны в Германии было очень плохо с резиной. Поэтому был сделан велосипед, у которого вместо резины на ободах было сделано следующее очень интересное инженерное решение. Представьте себе, по радиусу выходит на ободе, вот на конце обода радиально расположены определенным образом, скажем, через каждые 10 градусов пружины с тарелками наверху. И каждая, когда велосипед едет, вот элемент того, что давала бы пневматика, дает механика пружины. Вот сделали такой велосипед, потому что не было резины. Вот такой велосипед, как изощрение вот инженерное техническое изощрение, был бы очень интересен. Ну вот, значит ли это, что политехнический музей – это собрание уникальной техники? Значит, в общем-то, техника становится уникальной во времени. Значит, мы, если менять концепцию, собирать технику отечественного производства и документировать развитие мотоциклетостроения в России, то это одно. И вся эта коллекция через какое-то время становится раритетом своей совокупности по своей идее. Мы можем подумать о том, что же собирать дальше. Но на это надо хорошо подумать, потому что нужны средства, нужно пространство, и надо понимать, зачем мы это делаем. Экспозиция дополняет еще исторические материалы, посвященные крупнейшим традиционным автомобильным заводам и автомобильным пробегом 1933-1934 годов, различные макеты. Кто занимается этим, какую часть этой экспозиции мы можем видеть в залах, что есть в ваших хранилищах, в ваших, так скажем, закромах, ведется ли еще какая-то работа по поиску каких-то фотографий, архивных документов и так далее. Это постоянная, по-моему, работа сотрудников музея, выявление каких-то материалов, как документальных, изобразительного фонда. А макеты, которые представлены непосредственно в экспозиции, изготавливались к открытию, к созданию той экспозиции, которую мы сейчас видим, которая была открыта в 1989 году, заказывались макеты тех автомобилей, которые по тем или иным причинам не сохранились. И вот их можно было документировать именно только представив в качестве таких копий, уменьшенных копий. Здесь строго такой выверенный ряд. Это масштабная модель, масштаб 1 к 10. И вот то, что не сохранилось, вот как раз мы демонстрируем таким образом. Вот мы сейчас получили большую коллекцию учебных плакатов издания 30-40-х годов, по-моему, да? Это плакаты, по которым учили устройство автомобилей водители тех времен. Это очень интересные плакаты, потому что системы автомобилей, которые были тогда представлены очень детально, их уже нет, этих систем. Но на плакатах они сохранились. И что такое тормоз, что такое карбюратор вообще, что такое коробка передач. И сделано в стилистике своего времени. Надо просто подумать, как лучше представить этот материал. Там же в разрезе двигателей их можно потрогать, спустить. для детей интересно невероятно. Очень много экскурсионных групп, рассчитанные на экскурсии специальные для подростков. Вообще в разрезах это очень интересно делать. Было бы пространство и возможности мы бы сделали эти вещи. По поводу пространства, как обстоят дела с ремонтом? Будет ли опять-таки если не расширение, но какое-то обновление? Собирается ли будет ли дом, в котором все происходит, очень старый, со всеми старыми инженерными системами. Он давно уже является раритетом, если так можно выразиться, и нуждается в серьезном вмешательстве. Мы пытаемся решить этот вопрос. С 2002 года или 2004 года мы все-таки смогли начать проектирование и сейчас стоит вопрос о начале реставрации здания, создания условий, соответствующих современным требованиям обслуживания посетителей. Ну, представьте себе, у нас нет лифта. Вот люди вынуждены подниматься на такую высоту, не только инвалид, но и здоровый человек испытывает сложности. У нас очень много нет того, что нужно было бы сегодня музею, что требуется. Не надо забывать, что проект создавался еще в позапрошлом веке. И техника была другая, и требования к местам общественного такого интереса были другие. Вот сейчас проект завершается, он должен пройти государственную экспертизу, и после этого надо добиваться того, чтобы где-то с 2013, с 2013, с 2014 года, когда у нас кончится кризис и не начнется новый, суметь обновить здания и обновить экспозиции. Конечно, если бы к этому моменту могли бы создать в городе музей отечественного автомобилестроения, это было бы хорошо. А вот много ли еще редкостей можно нарыть, найти в закромах родины, в ближайших странах, например, на Украине или в Казахстане? Что вы имеете в виду? И по автомобилям? Наверняка. Наверняка что-то можно найти. И, может быть, не так много времени остается до окончания эфира. Если мы говорим об экспозиции в целом, приходят ли студенты, школьники, насколько велик интерес к автомобилям, к мотоциклам, вообще к технике среди уже молодежи, я имею в виду, среди подростков? Мы отмечаем рост числа посетителей, приходящих в музей. И чаще всего это бывают родители их чада. Школьники, студенты приходят группами. Значит, это не индивидуальный интерес, а интерес, связанный с изучаемым предметом. Разные вещи. А индивидуальный интерес, побуждение прийти посмотреть. Это чаще всего по субботам, воскресеньям с родителями приходят. Вот у нас, скажем, будет очень интересная программа, специально посвященная дню города 6 числа, воскресенье. мы рассчитываем, что придут к нам в музей родители с детьми. У нашего музея есть одна большая интересная особенность. Это единственный музей, в котором папа может со своим ребенком прийти и как-то доказать своему ребенку, что папа тоже не промах, разбирается кое в чем. Не всякий папа, пойдя в музей музыкальной культуры, сможет показать своему чаду, что он на высоте. В политехническом он может рассказать о том, что он знает, как работает. Поэтому папы, которые имеют возможность в неполной семье, я уж не знаю как, на день взять ребенка, привезти в политехнический музей и показать, что папа это знающий человек и интересный, мы представляем такую возможность. А в ночь музеев много было посетителей? Да, очень много. Они приходили к Менделееву, у нас была выставка посвященная Дмитрию Ивановичу. И к нам пришло очень много людей, которые открыли для себя этого гениального человека. И нам было очень приятно, что мы смогли Дмитрию Ивановичу подарить его широкой публике. Мы даже пошли на то, чтобы взять на себя грех и организовать абсолютно безопасные, но тем не менее, может быть, не всегда сертифицированные способы транспортировки инвалидов этой экспозиции. Многое дело. Заканчивая тема, мы можем сказать о том, что действительно интерес к автомобилям есть. Есть интерес к политехническому музею и коллекции автомобильной, именно политеха. Все-таки вот эта романтика того времени в какой-то степени сохранилась, как мне кажется. Если выстроить некую логику, очень хочется пожелать, чтобы сохранились те традиции, которые есть, чтобы вот этот аромат ностальгии того времени передавалось с поколения в поколение, чтобы все-таки действительно было отреставрировано ваше здание, и те экспонаты, которые были, были в сохранности и были красиво преподнесены, все-таки учитывая то, что мы живем в 21 веке. И так что вот все, что я хочу пожелать вам, большое спасибо, что были у нас сегодня. Я думаю, что мы говорили о коллекции политехнического музея, старейшего технического музея Москвы. Очень рекомендуем вам пойти туда, потому что действительно есть на что посмотреть, действительно, эта история и часть большой автомобильной культурной истории, которую, в общем-то, мы, надеемся, будем поддерживать. Сегодня у нас в гостях был Гурген Григорьевич Григорян, генеральный директор политехнического музея, и Ультина Сергеевна Аверина, заведующий отделом транспорта политехнического музея. Мы хотели бы от себя поблагодарить вас за добрые пожелания, за приглашения и ответить вам приглашением. Приходите, будем рады вас видеть. И мы будем рады видеть вас у нас. Большое спасибо, что были. У нас с вами была Мария Чугреева. Программа «Попочек». Как всегда с вами, каждый день в прямом эфире. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин